Далеко не всегда инсайдеры правы на 100%, но бывают случаи, когда утечка подтверждает утечку. С чего мы и начнём этот 737 выпуск. С вами как всегда недомайнер и сегодня говорим исключительно о технологиях, играх и железе. Новая видеокарта RTX 4070 от компании Nvidia будет представлена 12 апреля, как утверждает видеокарт со ссылкой на новые данные. В тот же день появятся обзоры версии видеокарт, которые будут предлагаться по рекомендованной стоимости, а старт продаж 4070 запланирован на следующий день, 13 апреля. И тогда уже выйдут обзоры нереференсных вариантов видеокарты по цене выше рекомендованной. То есть выход 4070 будет происходить немного по другому сценарию, его как будто разделили на видеокарты по рекомендованной цене и те, которые будут стоить дороже своего MSRP. Если честно, я не очень понимаю зачем Хуанг разделяет выход видеокарты по такому принципу. И кажется между разными версиями реально будет какая-то разница в производительности. По ценам будут связываться с поставщиками для доставки 4070 на региональные склады, для последующей поставки дистрибьюторам и ритейлерам. То есть на всю подготовку перед запуском отведено около месяца. Профильные СМИ и блогеры начнут получать образцы 4070 в начале следующего месяца, и у них будет как минимум неделя для того, чтобы подготовить свои обзоры, но те, которые теперь разделяются по цене. Что касается видеокарты RTX 4060 Ti, то про неё пока тишина. Возможно зелёные откладывают её куда-то на конец весны, но данных на этот счёт пока что нету. Если же рассуждать о цене 4070, то думаю она составит на старте где-то 60 тысяч рублей, возможно чуть больше или меньше. Такой вывод можно сделать из того, что на наших площадках RTX 4070 Ti предлагается где-то за 75-80 тысяч. И это я сейчас говорю про те видюхи, которые прямо в данный момент можно купить без какого-либо ожидания. Nvidia выпустила новый пакет графического драйвера под номером 531.29WHQL, где содержится поддержка технологии DLSS 3 для игры Atomic Heart и бета-версии The Finals, а также ряд исправлений ошибок предыдущих версий. В частности, компания исправила проблему повышенного использования ресурсов центрального процессора одним из процессов драйвера. То есть если раньше я вам рассказывал про Hotfix драйвер для решения этой проблемы, то теперь есть полноценная официальная версия драйвера. Если читать список исправлений, то там говорится про повышенное использование ресурсов CPU процессом Nvidia контейнер после закрытия игры, проблемы со стабильностью работы на некоторых моделях ноутбуков с дискретными видеокартами GTX 10 серии MX250 и MX350, а также повышенная стабильность работы приложений Adobe. Так что я рекомендую всем пользователям видеокарточек Nvidia обновиться до версии 531.29, тем более если вы сталкивались с багом повышенного жора CPU. CovCodeLand радует интересной новостью, ведь они нашли RTX 4090 Founders Edition на официальном сайте Зелёных за 1819 евро, что на 40 евро меньше, чем было раньше. Однако стоит вспомнить, что RTX 4090 было представлено в Евросоюзе по цене 1949 евро, а значит это уже снижение на 7 процентов или 140 евро с момента запуска. Причём падение цен наблюдается у всех моделей, если сравнивать с начальным MSRP. А RTX 4080, которую дорогой не называл даже ленивый, подешевела до 16 процентов. Так что зелёные всё-таки видят тенденцию рынка и постепенно снижают цены. Но говорить о каком-то массовом падении прайсов на Адулов Лейс пока не приходится. Кстати, вполне возможно, что именно снижение цен у TMD поспособствовало такому снижению зелёных в Европе, ведь красные вроде как первые начали дампить рынок. Компания OpenAI представила новую версию GPT-4, которая демонстрирует производительность на уровне человека во многих профессиональных задачах и была обучена на большом количестве данных и использует больший объём информации. При этом GPT-4 способна работать не только с текстом, но и с изображениями. Ведь новая версия нейросети может понимать, что изображено на фото, схеме, рисунке или другом изображении, и учитывать эти данные при решении задачи. Ещё ИИ способна объяснять данные, представленные в виде диаграммы. Но пока что поддержка изображений проходит закрытое тестирование. OpenAI утверждает, что новая модель будет давать меньше фактически неверных ответов, реже сходить с ума и говорить на запрещенные темы. И даже показывает лучшие результаты, чем люди во многих стандартизированных тестах. По заявлению разработчика, модель сдала смоделированный адвокатский экзамен лучше 90% людей, экзамен SAT Reading Test лучше чем 93% людей, а экзамен SAT по математике лучше чем 89%. Однако OpenAI предупреждает, что новое программное обеспечение ещё не совершенна и что во многих сценариях оно уступает человеку. И у модели всё ещё есть серьёзные проблемы с галлюцинациями. Так что она не является надёжной с точки зрения представления фактов. Сама новая модель сначала будет доступна платным подписчикам чат GPT, а также будет доступна в составе API, что позволит сторонним разработчикам интегрировать ИИ в свои приложения. Для доступа же к API нужно записаться в лист ожидания, а OpenAI будет взимать около 3 центов за примерно 750 слов подсказок и 6 центов за примерно 750 слов ответа. Компания Sony ведёт разработку игровой приставки PlayStation 5 Pro, как сообщил инсайдер Том Хендерсон, со ссылкой на собственные осведомлённые источники. А выпуск новой игровой консоли может состояться к концу 2024 года. Ранее Хендерсон также сообщил, что Sony выпустит в 2023 году новую версию PlayStation 5. Её главным отличием от актуальных станет наличие отсоединяемого оптического привода. То есть обновлённая приставка заменит обе существующие модели и вместо отдельных версий с дисководом и без, в продаже будет доступна только одна разновидность консоли, но в разных комплектациях. Причём докупить дисковод можно будет отдельно, а в случае его поломки не надо будет покупать новую консоль и достаточно будет приобрести дисковод на замену. Как отмечает Хендерсон, модель с отсоединяемым приводом это не PlayStation 5 Pro и это лишь новая версия существующей модели приставки. То есть с точки зрения основных характеристик данная версия ничем не будет отличаться с существующих PS5. А по-настоящему новое железо предложат PS5 Pro, но выйдет она ещё не слишком скоро. Пользователи условно-бесплатной казуальной стратегии Clash of Clans от финской студии Supercell начали массово сообщать, что популярный проект для iOS и Android стал недоступен для игры с российских и белорусских аккаунтов. Напомню, что Supercell объявила об удалении своих игр из App Store и Play Market в России и Белоруссии ещё прошлой весной, а доступ для уже скачавших клиентов и пользователей собрались перекрыть вскоре после. И вот, судя по всему, Supercell всё-таки заблокировала российские и белорусские IP адреса, так как при попытке зайти с ней в Clash of Clans теперь выдается ошибка. Исходя из отзывов, использовать VPN для обхода блокировки лучше не торопиться, ведь поспешная смена страны в глазах Supercell выглядит как попытка фишинга, за что полагается вечная блокировка аккаунта. Ну а в профильных группах по игре идет активное обсуждение проблемы с тонной нецензурной лексики, что вполне ожидаемо в данной ситуации. Симулятор выживания Suns of the Forest продержался на вершине чарта продаж Steam только две недели, и его оттеснило на второе место Steam Deck, уступившая первую строчку семь недель назад. Шутер Tom Clansy's Rainbow Six Siege поднялся с 12 на четвертое место благодаря началу первого сезона, восьмого года развития, который вышел с 7 марта. Ремейк Resident Evil 4 прибавил сразу 12 позиций и оказался на шестой, и это случилось как раз таки после выхода бесплатной демоверсии. Благодаря скидкам в десятку вернулись Red Dead Redemption 2 и GTA 5, а бесплатная неделя и 60% скидка помогли хоррору Dead by Daylight переместиться с 32 на восьмую строчку. Также новинки прошлой недели, дополнения Light Folk Destiny 2 и ролевой экшен Wu Long покинули топ-10, а онлайн Hogwarts Legacy опустился ниже 100 тысяч пользователей впервые с момента релиза. На этой же новости сегодняшний выпуск подходит к концу, поэтому хочу сказать большое спасибо, что досмотрели его до конца, и надеюсь вы уже подписаны на мой канал. Также хочу сказать огромнейшее спасибо всем, кто финансово поддерживает канал через подписки и донаты. До скорого, друзья.